показать вам еще один костюм из твида шанель с металлизированной нитью что здесь интересно здесь уже тоже декор из кружева но иначе сделан так ну хочу сказать что я это придумала задолго до того как другие придумали значит вот здесь вот сверху наложен наложено кружево и это еще очень важный момент обратите внимание вот эти темные бочка это для того чтобы сделать красивую фигуру видите это зрительно рисует нужный комплементарный для фигуры силуэт если вы обратили внимание это тот же твит только на это двусторонний твит на изнаночную так скажем сторону условно изнаночная здесь внутренние карманы это выкройка тоже из борды но немножко по-другому сделано и корректированная пуговицы из натурального перламутра видите как идеально они сюда подошли поближе можно показать и поскольку здесь вот пуговицы такие интересные потом вот эти бока я сделала такой минималистичный очень аккуратненький воротничок видите он какой интересной формы все он как бы английские в то же время и и не английский здесь он вот такой формы потом идет вот так срезано то есть если бы это был классический воротник он бы выглядел или сюда или сюда здесь вот пожалуйста обратите внимание вот такой интересный воротничок но это моя разработка выкройки такой в бурде нет так ну вот еще полюбуйте здесь кружево тоже металлизированная поэтому не знаю как виде камера передает или нет но она очень сочетается с твитом что еще о нем сказать вот такой вот этот деловой костюм рабочий костюм мне кажется он рабочий костюм для очень романтичной женщины это костюм тоже не новую носится уже года наверное три клиентка любезно предоставила для демонстрации и заодно вы можете посмотреть что если твит шит грамотно то он не будет терять форму даже если интенсивно носится костюм из этой ткани вот так выглядит он сзади а еще тут видите стоечка тоже темненькая стоечка на которой воротничок она тоже из изнаночной стороны это вот вида вот обратите внимание такая полукруглая стоечка интересный очень воротничок мне он очень нравится даже если бы не было никакой другой отделки воротник бы служил очень интересной деталью этого костюма подкладочка вискозная так здесь на изнанке особенно нечего вам показать обычная изнанка бирочка здесь нет обтачки по спинке чтобы нить металлизированная не не царапала шею я об этом рассказывала видео про жакет шанель вот видите стыкуются идеально вот эти вот это отдельная деталь кружева здесь и здесь здесь они вот так стыкуются образуя общий как бы рисунок такие эпулеты я бы это назвала мои клиенты достойны самых лучших регалий эпулетов медали орденов я вот любуюсь ну что вот и все по этому костюму показать вам еще вот этот интересный интересный костюм чем он интересный это хлопковый жаккард в общем видео такая структура у него интересная фактура выпуклые видите вот эти вот шишечки выпуклые вот ну чем я его украсила я его украсила во-первых молнией на сатиновой основе нашита на поверху и такая металлическая цепочка которая идет по плечу и вот такими вот такими не знам линиями волнами уходит на вточной пояс здесь он тоже видите этот вточной пояс подчеркнут этой металлической цепочкой это цепь такая вот подвижная вот и возвращается опять же вот к этой точке рукам а чем это хорошо это хорошо тем что опять же создается нужный силуэт фигуры видите зрительно фигура начинается вот так вот широко потом заужается к талии и расходится сюда в бока то есть создает некую имитацию песочных часов то есть идеальной женской фигуры на такие моменты я очень обращаю внимание потому что мне стоит задача всегда сделать фигуру стройнее потому что основная часть моих клиенток дамы корпулентные вот поэтому надо всегда придумывать что-то чтобы их стройнило в данном случае тоже размер не маленький грудь роскошная но тем не менее кажется что это на очень худенькую даму также очень стройного во-первых за счет того что видите металлическая змейка это она создает нужную вертикаль и вот это все рисует нужный силуэт это отделка металлическая это все поблескивает и как бы взгляд прикован именно вот к этим линиям мне очень нравится жаккарды всякие конечно твит любимые и жаккарды тоже очень любимые особенно такие которые за счет своей текстуры делают как бы как корсаж держат фигуру и где надо утягивают очень не нравится такие жаккарды это фирменный жаккард гуччи здесь все сделано обычно под борт все это жаккард этот обязательно должен быть приклеен клеевым дублерином то есть дублерином стрейч видите он тянется вместе с дублерином хотя он проклеен весь но поскольку дублерин стрейч он вот так вот тянется вместе с тканью ну тут выточку я перенесла вот в эту талию выточку тут не совсем видно что тут как шишечками пупырышками сделано ближе можно посмотреть вот очень интересная фактура ткани вот они вот они ну и эту вот отделочку покажи видишь она какая она тоже такая вот посмотрите какая она вот видите она какая змейка это она как змейка вся дело в том что перешить ее это была настоящая мука то есть иголка проходила внутри внутри это попасть но тут они настолько плотно сидят эти звенья друг дружки что практически невозможно подлезть иголкой самое сложное было казалось бы что тут такого но самое сложное было вот пришить эту молнию молния змейка она сделала свое дело да она сделала то что надо она создала силуэт она так ненавязчиво но видите я еще придаю значение чему видите вот здесь вот почему именно так можно было зигзагами можно было как угодно но поскольку в ткани есть вот такие вот линии круглые то гармонично смотрится если и декор будет в таких же он будет не острый он не будет спорить с основным принтом ткань вот что я хочу то есть это все должно в гармонии смотреться вот казалось бы иной раз смотришь красиво ну что то не то а вот потому что вот эти нюансы не учитываются то есть все должно быть одно к другому родным тогда это заиграет ну а юбочка обычная да юбка карандаш да поскольку здесь вот такой декор есть юбка должна быть ну надо учесть что это возраст еще какой то не девочка для молоденькой девочки можно было какую угодно сделать и декор и юбочку может быть по фантазине но поскольку тут меня обязывает должность возраст статус поэтому все лаконично в меру с декором не скучно но и не вычурно вот наконец я нашла нужные слова после 14 лет ой после 14 часов кроя представляете 14 часов краю при этом рассказывая что я делаю поэтому не удивляйте что мне заплетается язык ради вас я решила так сказать отдохнуть и рассказать вам вот об этом костюмчике еще одно платьице покажем мы в этом видео ролике ну и вы будете любоваться мы будем ожидать ваших комментариев они нас извините что я не могу вовремя ответить поблагодарить вас за даже вот это вот функция появилась микрофон это не успеваю хотя бы микрофон наговорить слова благодарности за то что вы внимание оказываете то есть не не ленитесь писать теплые слова мне это очень приятно это стимулирует придает нам сил желание для того чтобы и дальше вам какие-то идеи показывали но мастер-классы для вас для ютюба у нас тоже готовятся не волнуйтесь будет юпочки и брючки ждем мы ждем мы заказали уже ткань она уже должна через 3-4 дня прийти для того чтобы показать мастер-класс по пошиву модных сейчас брюк в стиле спорт шик с лампасами широкий или узкий будете решать сами на технологию пошива без распошивалки на обычной бытовой машине я покажу как я это делаю всю жизнь и пока обхожусь без распошивалки хочу показать вам еще одну прелесть это вот платье из оригинального твида и шерстью шанель это здесь нет шва это таким образом сделана эта ткань это купон так называемый шерсть переходит в твит с металлизированной нитью то есть это вот оригинал шанель хочу сказать что обычно черно-синее сочетание это конечно очень тяжело черно-синяя ткань и поэтому добавлена такая золотистая металлизированная нить тут не видно что сам твит синий а вот сейчас твит черный но вот эти махрушки на нем синие даже не синие фиолетовые может быть синим покажется но они вообще-то фиолетовые и плюс золотистая вот это вот металлизированная нить он очень красивый он шикарный этот материал вот обратите внимание вот такие просветы дырочки в нем вот моя рука вот он таким образом видите сделан и здесь тоже нет шва обратите внимание вот шерсть ткань шерсть переходит вот в такую я бы это назвала кружева это кружева сплетенные из шерсти и вот этих вот даже это не кружева не знаю как это даже назвать сетка сеткой но очень интересная ткань у меня конечно ткани было не так много потому что она дорогущая и поэтому у меня была задача как бы все это и показать в то же время что у него такая интересная фактура то есть если я посажу все на подкладку фактуры не видно поэтому я сделаю видите каким образом рукав сделала как бы двойной то есть видите здесь шерсть и туда подкроила второй слой это уже полноценный на подкладке рукав но тем не менее когда двигается двигаешься видно что это вот отлетная деталь и видно что она прозрачная что она такая легкая при движении это заметно ну тут бахрому оставила зигзагом обработала видите так обрезала обработала мелким зигзагом его здесь вообще невозможно узреть потому что я это делала специальной ниточкой тоненькой тонюсенькой ниткой этот зигзаг что здесь еще интересно ну вот эта линия чуть занижена талия где-то приблизительно вот здесь на два три сантиметра занижена талия потому что ну это я исходила из ткани из самой ткани было немного вот потом добавлен видите добавлена здесь вот полоска из этой же шерсти то есть как бы обрамление такое создала что еще я придумала помимо этого но здесь традиционно бахрома тоже но не очень пышная сделала выложила по горловине обратите внимание опять же сутюживала как я это делаю то есть она и не торчит здесь лежит здесь чуть-чуть так присобрана ну опять же эту планочку я сделала для чего чтобы вытянуть силуэт поскольку талия занижена это очень важный момент сделала планочку из вот этой ткани видите значит планочка под планочку я сделала из репсовой нитки из репсовой ленты черная репсовая лента и такая вот идеально в тон вот этой голубой с фиолетовым вот это девочка сделала голубое с фиолетовым и цвет такой интересный я его так не опишу синий с фиолетовым отливом черная идет репсовая ленточка идет вот это фиолетово-синяя ленточка видите для чего я это сделала для того чтобы создать дополнительную вертикаль чтобы весь силуэт немножечко вытянуть и чтобы как-то была граница между вот этим черным и вот этим вот черно-синим помимо этого обратите внимание пуговички сваровски под вот этот вот под металлизированную нить они идеально подходят видно что они поблескивают они шикарные конечно но этого мне казалось мало но мне не хотелось чтобы в общем платье было каким-то мрачным поэтому я сделала вот эту отделку и сделала такую брошь это тоже брошь ручной работы я ее собственноручно сделала она здесь вот видите на такой на специальной основе для брошей не буду сейчас откалывать некогда честно говоря вот опять та же репсовая лента черная которая использована для кантика синяя та же что использована для кантика цветок вырезан из кружева из другого кружева у меня было в наличии вырезала я цветок который идеально по цвету подходит под эти отделки ну и посередине вот такая вот пуговица брошь сваровски вот под эти пуговички мне кажется это прелесть тут всего в меру на мой взгляд очень как бы представительное платье опять же необычно что сочетается одна тонная такая ну без фактуры шерсть она одна бы эта шерсть казалось бы немножко пресноватой то есть было бы видно что это дорогая ткань но немножечко скучновато для нас для южа такие не годятся такие методы мы не любим скучно одеваться а вот здесь вот в этой комплектации мне кажется она очень гармонично смотрится очень дорого и в то же время не вычурно я надеюсь что вам понравился ну что здесь еще интересно здесь такого ничего особенного опять же это платье носится уже наверно года четыре носится это платье клиентка моя дорогая любимая предоставила чтобы я вам показала эти идеи вот в очередной раз ей моя благодарность я очень долго не решалась потому что у меня клиенты очень занятые люди отвлекать их такими мелочами как мой канал на youtube я не могу это для меня наглости пока еще у меня не появилась такой но я немножко заикнулась думаю для своих дорогих подписчиц подписчиков если им это так интересны мои идеи пишут мне что это применили это применили я решила все таки рискнуть намекнуть и она с радостью откликнулась на мою просьбу а я вам показываю это все здесь тоже маленькая пуговичка вот прорежка вот вот обнимаю свою дорогую музу я для нее всегда стараюсь для нее всегда возникают новые идеи и удается мне подружить ее статус с должностью и с нашим южным темпераментом я надеюсь еще один момент такой скажу что иногда люди с севера они как-то не понимают наших южных как вам сказать декоров ну то есть например с финляндии моя коллега не вполне может как бы поддержать мои идеи в смысле декора но я всегда говорю что надо учитывать что вот мы живем на дону да вот донской национальный костюм он какой он пестрый правильно это как бы у нас уже на генном уровне вот это вот стремление декорировать свою одежду то есть это создает настроение это как бы родное эти все басочки ленточки кружавчики это нормально для нас наверное это не зря народная мудрость придумала и поэтому вот мои клиентки всегда ну как бы на одна моя клиентка говорит мне бы кружево а то я без кружева как голая поэтому стараюсь старались конечно баланс сохранять между здравым смыслом и декором ну я надеюсь что мне это удается судя по тому какое настроение у моих клиенток и у меня соответственно мне это удается так что я надеюсь что и вам будет удаваться как-то примирить свои свои желания с действительностью пользоваться мы достойны носить как вам сказать не то чтобы под подиумные модели мы достойны носить вещи которые с подиума адаптируются в жизни чтобы это не было банально скучно сейчас кто-нибудь опять напишет много болтовни поэтому я закругляюсь ну все всего доброго такой обзорчик сделали мы пока а следующие уже будут такие конкретные мастер-классы вот ну всего доброго мастер-классы